Всем добрый день дорогие друзья, Акомарачи на связи и сегодня такая тема интересная, как поймать трофей новичку или уже бывалому пораженному игроку, но который до сих пор немножко не понимает всей сути. Зря я это сказал, меня наверное сейчас помидоры закидают, скажут о матерых рыболов, учишь дедов. Ну прошу прощения, прошу, исправлюсь. Итак, давайте же с чего начать, вот мы с вами зашли в игру, хочу сегодня ловить трофей, квесты надоели мне, рыба одна и та же надоела, турниры не хочу играть, хочу трофей. Заходим мы с вами на озеро и начинаем, вот заходим в блокнот на озеро и проверяем, ерш обыкновенный, вот открываем самый первый, максимальный вес 190, здесь выловили 190, рекорд усыхает, то есть, в скобочках вот написано скоро, он усохнет, его можно будет ловить, но нас это не интересует, здесь уже пойман, ерш, смотрим дальше. Дальше у нас идет верховка, тут тоже 20-20, голец, не подходит, густера, тоже как видите, карась серебряный, опа, чан-джики-чан, а здесь у нас усох немножко рекорд на 6 грамм. Если у вас, знаете, железные нервы, потому что карася серебряного в поймать проблематично, то вы можете попытать свою удачу и в поймать. Если вы в поймаете 2295 грамм, вам засчитают рекорд и вы получите какую-то копеечку золота, ну и плюс рейтинг, статистика и как положено, все по фэншуре. Но это для таких вот отчаянных, я считаю. Дальше давайте смотрим, лещ обыкновенный, ну тут прям вообще 1 грамм, это прям, я не знаю, для супер отчаянных. Лягушечка, видите, чуть-чуть под усох рекордик, его тоже можно попытаться закрыть. Идем дальше, пескарик, и вот так вот всех мы смотрим, бывает вообще рекорд, вот так вот стоит прочерк, вообще нет рекорда, и мы можем попробовать его в поймать. Но не нужно забывать, что очень много таких додельников, как мы с вами, которые также возможно увидели, что не стоит рекорд по этому виду рыбы, и собираются ворваться на этот водоем и в поймать рекорд. И если у человека есть донатная наживка, есть прикормки, еще что-то, он знает, где ловится лучше. Вот смотрите, линия можно попробовать, но тут тоже разброс маленький. Естественно, мы с вами можем пролететь. Так, тут видите, вообще пиявка, мы не в поймали ее, я ни разу не ловил, и рекорд. Рак длиннопалый, и вот так вот смотрим. Ряпушка европейская. Ваш лучший трофей и мой рекорд. И, естественно, вот сейчас я вам покажу скриншоты. Я ряпушку, именно вот эту, я в поймал. Я сделал рекорд, именно по вот этой рыбе. Я зашел, посмотрел, что здесь стоит прочерк, вернулся на озеро. И на паучка я аккуратненько поймал эту рыбку, приближенную вот к рекорду, вот один раз 973. И, естественно, все. Вот видите, 9 штук я выловил всего. Ну, я и до этого ее ловил. А так у меня встретили с четвертой ряпушки, уже был рекорд. Я получил 2, по-моему, золота. Не помню, но я скриншотик ставлю, вы посмотрите. И был очень доволен, как кот, которому отдали огромный кусок мяса. Я был просто в восторге. Думал, ух ты, все, значит, я правильно все подумал. Правильно рассчитал и заработал рекорд. И счастья моему не было предела. Поэтому вы тоже так вот просматривайте каждую рыбу и анализируйте. После вашего анализа отправляетесь на водоем и пытаетесь поймать именно этот вид рыбы. И вот так вот каждый. Не нужно, знаете, куда-то торопиться, спешить. Прям вот вам надо сначала найти вид рыбы и посмотреть по снастям. Вот допустим, линь золотой, я его не поймаю. Меня удочка не позволит сейчас такую рыбу ловить. Вы ищите другую рыбку. Вот, смотрите, орфа. Вообще, рекорда нет. Кто будет смотреть мое видео, если на данный момент также посмотрите и нету рекорда, можете попробовать поставить. 4 тысячи. Моя удочка на 5 килограмм не сможет поймать эту рыбу замечательную. И, естественно, рекорд я поставить не смогу. Ну, очень большой вес у нее пока что. Но другим, может быть, повезет. Вот так вот мониторить. Видите, вот уже мы нашли рыбу, которую мы можем поставить рекорд и получить золото. В принципе, рекорды ставить не так трудно. Поймать, да. Рыбу, конечно, определенный вид трудно. Я согласен. Особенно, если она идет с приловом. Это тяжело. Но, если вот так вот рыба с прочерком и нету вообще рекордов, нам не нужно его перебивать, не нужно соперничать еще с каким-то человеком. А вот мы просто пришли, и у нас есть возможность его поставить. То я советую вам попробовать. Вот на озере, я же говорю, я приехал, я поставил рекорд, и как бы это не составило проблем. Но не нужно забывать, что такие же игроки, как и вы, возможно, в этот же самый момент охотятся за рекордами. И на этой же локации они проверяют, мониторят, ведут статистику. И особенно люди, я думаю, которые именно охотятся за рекордами. У них есть определенная статистика. Они сами ее ведут. Какая рыба была, когда выловлена, когда, например, усохнет, потому что ее легче всего поймать. И тогда они уже примерно мониторят, смотрят и отправляются и ловят. Вот с такими людьми, я, наверное, буду считать их одержимыми профессионалами по рекордам, очень трудно с ними тягаться и трудно перебить. Но это, я думаю, скорее всего, на каких-то больших уровнях, на других совсем прудах, локациях. Да и охватить полностью все пруды, все локации, все виды рыб просто физически нереально. Даже если бы онлайн был тысяча игроков или даже больше, все равно кому-то достанется рекорд. Даже просто случайно. И все это запомните рандом. Вы можете прийти ловить 3 игровых часа, ой, игровых, 3 реальных часа, и у вас не поймается ни одного рекорда. Или приближенного даже к рекорду веса. А приду я, просто случайно закину удочку на хлеб или на тесто, и у меня случайно поймается эта рыба, которая была, ну, у которой, то есть, есть приоритет на эту наживку, к примеру. И попадается рекордного веса. Такое тоже может быть. Были скриншоты людей, которые ловили рекордный вес серебряного карася и ставили рекорд. Просто случайно. Не охотясь за рекордом. А хлеб, я думаю, вы сами понимаете, что это самая-самая, я не знаю, стандартная насадка, которая только может быть. Все это на воле случая, на воле удачи. Ну, естественно, ваш мониторинг вам в помощь. Проверяйте, смотрите, идите и пробуйте ловить. Все у вас получится. Главное верить в себя, правильно произвести мониторинг рыбы определенной, понять снасть. Если я же говорю, у вас снасть, вы примерно делите там на полтора, на два. Тогда вы поймете. Если у меня есть, я же говорю, снасть на 5 килограмм, я понимаю, что на 4 килограмма я не смогу выловить. Поэтому исходите из того, что у вас есть и двигайтесь вперед к рекордам, к новым трофеям. И вы набираете очки в статистику, становитесь топом. Всем огромное спасибо, кто посмотрел, друзья. Комментируйте, как вы это делаете. Может быть, вы действуете по-другому, у вас уже выработанная стратегия. Особенно, если меня смотрят люди, у которых уже разряды ого-го какие. И, может быть, по вашим стопам пойдут новички, которые только пришли в игру. Всем спасибо. Ставьте пальцы вверх, если я вам помог. Желаю вам очень много поставить рекордов. Пробиться в топ 100, а может быть, даже в топ 10. С вами был Акамарачи. Не хвастань чешуи. И супер клево. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok